Врачи даже не берутся делать прогнозы. У девочки обгорело все тело. Кое-где ожоги достигают четвертой, самой тяжелой степени. Огонь поразил ткани до костей. Она находится в реанимационном отделении. 91% тела получил ожог. Несчастный случай произошел вчера примерно в 11 часов ночи на мосту над железной дорогой рядом с Шамкенским вокзалом. Очевидцы рассказали, что девочку даже не сразу смогли снять с решетки. Люди боялись, что и их ударит током. Так что на сетке под электрическими разрядами школьница пролежала около часа. Тут над ней как будто салюты. Такие искры были. Она не кричала, ее била током. Она лежала, плакала. В КДЖ предполагают, что девочка могла зацепиться волосами за высоковольтный кабель под напряжением в 27 тысяч вольт. На проводах остались клочки ее волос. Нашей ответственности здесь нет, потому что там соблюдены все нормативы и требования. Сейчас мы думаем над тем, чтобы весь мост закрыть этой сеткой, чтобы дети не лазили там. Но мы часто в школах проводим занятия, разъясняем технику безопасности. Но, как видите, не все нас слушают. Полицейские начали досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства», но комментариев не дают. На мосту есть таблички, предупреждающие о высоком напряжении, но молодые люди просто игнорируют их. Остается надеяться, что хотя бы эта страшная трагедия станет для них уроком. Известно, что девочка живет рядом с железнодорожным вокзалом, а мост – любимое место для прогулок у местных подростков.